Приветствую, дорогой друг! Добро пожаловать на четвертую встречу культа. Не забудь поставить лайк, а мы начинаем! Как много казанских поэтов и писателей вы знаете. Совсем ничего о них не слышали. Но, между прочим, они очень талантливы, и встречи, о которых расскажет Настя, будут увлекательны для каждого. Как давно вы держали в руках печатный журнал? Сейчас это действительно редкость. Но издание «Казань» проводит личные встречи, где выступают герои выпуска. Сам журнал представляет собой пространство для творчества единомышленников, созданное с целью рассказать о современной жизни, истории и будущем Казани. Какому, например, неизвестному автору или новичку можно попасть к вам в журнал? В принципе, можно любому, но для этого надо прислать свое произведение с сопроводительным текстом малыша, прийти в редакцию. И, вы знаете, совершенно юные авторы могут писать очень классно. А бывает и наоборот, что человек в возрасте, ну, графоман каких свет не видел. Поэтому все индивидуально, но вообще границ нет. У нас печатаются и школьники, и студенты, и пожилые авторы, поэтому главное дерзать. Мартовская презентация журнала «Казань» поделилась с нами своими эмоциями и атмосферой. На самом мероприятии задронулась тема женской души, красоты и любви, рассказанная сквозь песни, стихотворения и картины. Пусть подобное действительно непривычно для нашего поколения, но это очень интересно, чтобы прийти и узнать, что же рассказывают казанские писатели и поэты. Вы уже задумывались, где покупать одежду после закрытия магазина? А какая мода в этом сезоне? Ну что ж, посмотрите сюжет Алии и будьте в курсе всех событий. На неделе моды в Милане представили громкое возвращение эпатажных нулевых, но это для смелых. А для любителей классики – новый офисный стиль. Коллекции пестрят не только яркими акцентными вещами, но и абсолютно черной одеждой. Картина приплыли. Многие магазины прикрыли свои лавочки, но ничего страшного, сейчас разберемся, как быть самыми стильными этой весной. Сейчас мы находимся в магазине перепродажи старых коллекций и попробуем найти стрит-стайл луки, как с недели моды. Мы подобрали несколько образов, давайте сравним их с оригиналами. Классические костюмы, байкерские куртки и романтичные платья. Вот на что стоит обратить внимание этой весной. Байкерская куртка триумфально возвращается в моду. Она добавит ваш образ дерзости и характера. Строгий костюм – важная составляющая базового гардероба. В этом сезоне представлено множество вариаций цветов и фасонов, но классический черный всегда остается в тренде. Весна. Все расцветает. Конечно же, в нашем гардеробе должно быть платье с флористическим принтом, которое символизирует возрождение. Такие платья можно носить как самостоятельную вещь, так и накидывать поверх пиджак. А образ ведущей вдохновлен новой коллекцией баленсиаги. Английский язык. Сколько боли в этом слове. Немногие могут освоить его, несмотря на долгие годы обучения. Поэтому я здесь, чтобы не бояться разговаривать на иностранном языке. Почему многие боятся говорить на английском? Боятся осуждения за ошибки, боятся выглядеть нелепо и боятся не понять английскую речь. И это как минимум. Я отвлеклась от занятия, чтобы рассказать вам, что только за первые 15 минут мы успели обсудить меня, мои песни, игру отчартов, предметы пожарного. И думаю, что впереди ждет много всего интересного. Оставшаяся часть занятия прошла еще интереснее. Ведущий контролировал ход общения, задавая разные темы. Особое внимание уделили обсуждению фильмов Marvel и DC. Одним из новых фактов, которые узнали присутствующие, было то, что аббревиатура DC расшифровывается как Detective Comics. После Санчес провел игру Или-Или, где нужно было выбрать один вариант из двух и объяснить свой выбор. Закончилось все квизом. Победители получили подарок. Каждый человек участвовал в разговоре, несмотря на разный уровень знаний языка. Здесь пространство, в котором люди могут практиковать те знания, которые у них есть. Меня спрашивают, какого уровня должен быть английский, чтобы прийти? У вас то, что есть, приходите и начинайте произносить. Единственное, о чем я здесь учу, делайте ваши ошибки с уверенностью. В своем англоязычном клубе я делал очень большую ставку на играфикацию. Лобную долю мозга нужно развлекаться. Задача, чтобы я говорил меньше, а другие говорили больше. Это не мой разговорный клуб, это клуб, в котором говорят те, кто приходят. Каждый, кто хочет попрактиковать английский язык, может прийти в Санчес Спикинг Лаб. Занятия проходят каждый среду. В Инстакульт, конечно, охваты упали, но Инстакульт никуда не пропал. Где делать новые фото и при этом получать знания в сюжете Полины? Когда хочется сделать красивые фотографии, основной проблемой становится выбор места для съемки. Благо, в Казани есть множество красивых мест. Например, выставка Золотой век пламанского искусства в центре Эрмитаж Казани. На выставке представлены полотна художников из коллекции Государственного Эрмитажа, таких как Рубенс, Ван Дейк, Йорданс, Тейнерс-младший. Вот, например, работа Питера Пауля Рубенса, одного из основоположников барокко. Арка Геракла выполнена на заказ для Королевского двора. А вот ученик Рубенса, Антонис Фан Дейк. Он представлен полотном из вершин Лондонского периода. Портрет Сэра Уильяма Чалленера. Картина якобы Йорданса и Пауля де Воса «Повар устала с дичью» имеет весьма интересную историю. Она была приобретена для Эрмитажа еще и Екатерины II. Авторство полотна приписывалось сломанскому мастеру Натюрморта Францу Снайдерсу и Йордансу. А вот авторство де Воса выяснилось только после реставрации в 2015 году, когда на полотне нашли подпись художника. Кстати, для всех голландских художников, представленных на выставке, это первая поездка в Татарстан. Все они находятся в постоянной экспозиции Эрмитажа и редко покидают свой дом. Надеемся, что теперь ваша лента наполнится яркими фотографиями в стиле барокко. Музыка не обходит стороной ни одного человека. И ее новости, особенно локальные, казанские, всегда знает Саша. Смотрим и наслаждаемся. Голову в коробку пластмассовой вместе с телефоном, ключами и паспортом. Рентгеном в сканере просветят ласково в целях безопасности государственной. В России появился список запрещенных музыкальных исполнителей, к которым нельзя выступать. Мало того, не приветствуются и каверные их песни. Теперь вряд ли вы сможете послушать Оксимирона, Нойзе МС, Анакондес, Нервы, Кровосток, порнофильмы Один в Каное и даже Валерия Меладзе. Увы, не послушать. Ранее, в 2019 году мы также сталкивались с ограничениями концертов таких исполнителей, как Хаски, Айспик и Фейс. Так что набираем грудь в воздух, чтобы больше не дышать. Грустная новость для людей, которые пользуются Спотифаем. Оплата подписки больше не пройдет из-за отключения России от системы Свифт. Поэтому все дружно переходим в Яндекс и ВК-музыку. Однако эти площадки не будут обновлять аудиотеку иностранных исполнителей. Поэтому самым удобным вариантом для России остаются пиратские сайты. По этому поводу все русское комьюнити вернуло мемы про пиратство. Так что, как говорит Фейс, эй, посмотри, мы все вне закона. Спросите, что слушать? Поддерживаем русских исполнителей. У Кишлак вышел альбом Эскапис. Этого исполнителя вы можете знать из тиктока по строчкам «Я спасу тебя от одиночества». Ну и трек от меня «Нефтекамская группа деревни, города, села» или сокращенно ДГС «Завод меня убьет». На этом наш выпуск подошел к концу. Напишите, как вам наш новый формат. В студии была Анастасия Афонина. До встречи через неделю.